Салемет с дырми, если бы у меня была возможность что-то там написать, я бы написал Before I die, I'd like to see the society unified around single language in order to understand each other better. Я не лингвист, но любовь к лингвистике в целом и любовь к родному языку, в частности, это страсти, которые ведут меня по жизни уже очень давно. И мне кажется, что это тема, которая также требует немного чуткости от каждого, кто сегодня здесь, наверное, и от каждого, кто считает себя гражданином этой страны, потому что мы говорим о языке этой страны, о языке, который имеет статус государственного, и, будучи таким, он уже благословен. В мире более 6 тысяч языков, и только 95 из них имеют подобный статус. Это не язык казахов, это язык каждого, кто считает себя гражданином этой страны. Тема очень касается города. Почему мы решили прийти сюда, чтобы пообщаться на эту тему? Потому что именно город полиязычный, и вне города этой темы нет. Но сама тема все больше становится немного чувствительной. Как только эта тема всплывает, моментально возникает напряжение, кому-то при этом до физической боли в груди обидно, кому-то очень страшно, кому-то хочется в страте уйти, кому-то вообще хочется начать собираться, чтобы уехать из страны. И эта ситуация неправильная. И эта ситуация, на самом деле, возникла искусственно. И сейчас уже, мне кажется, мы живем немножко под влиянием сил, которые были когда-то давно, не сейчас. Это некая инерция, которую можно и нужно очень легко преодолеть. Потому что я уверен, что все, кто живет в Казахстане, уже знают язык. Сегодня здесь маленький Казахстан, полиэтничный, полиязычный. И я готов провести небольшой эксперимент, если позволите. Я думаю, что 90% из тех, кто живет в Казахстане, учился здесь в школе, в университете, уже на начальном уровне, владеют языком, но пока об этом сами не знают, либо пока не хотят признавать. Обычно происходит так. Я не знаю языка, я знаком с азами грамматики, знаю немножко слов, но это незнание. Итак, давайте попытаемся прослушать некоторые слова. Я их начитаю, я не стал делать слайд-шоу. Я думаю, что и на слух можно будет вполне воспринять. И мы посмотрим, какое количество слов вы узнали. Итак, я, ты, ты, мы, мы, они. Субтитры сделал DimaTorzok. Асхана, кош келдіңіздер. Дастархан, азық түлік, нан, су, сүт, айран, шай, жаманемес, ед сорпа, қазық арта, жалжая, кіміз шыбат, күрт, өте жақсы. Бауырсақ, қаймақ, қуырдақ, сыра арақ шарап, алма балымыздақ рахмет керемет. Ақша бармы жоқ, женгілдік, бағас арзан, несіге, жүз мін тенге жұмайсың бі? Сүйінші, күріндік, күтті болсын, бірге болсын, бастық, жүміз, адам, бала, кайрлатан, кешшарак, дайрхана, кітапхана, тойхана, нұротан, ельбаса, халық, анатыл, махабад, кітап, білім болашак. Итак, поднимите, пожалуйста, руки, кто узнал все слова или почти все слова. Вот видите? Вы услышали и узнали 100 слов. Можете спокойно приплюсовать еще 50-70 — это имена ваших друзей и знакомых, которые имеют казахские имена. Бахат, жылдос, серек, берек и бесконечное количество этих имен. Но планка, после которой люди могут сказать, что они владеют языком, к сожалению, завышена. Если человек владеет тем же набором слов, язами грамматики, скажем, французского или японского языка, вы свободно напишите в режиме, что вы владеете языком, скромно и напишут со словарем. И отчасти это вина тех, кто владеет языком, потому что для них существуют люди, кто говорит на языке и не говорит, но промежуточная стадия, она как бы провалилась. И это известная болезнь маленьких языков, которые переходят в новое качество. И к этому нужно относиться с пониманием. Но самое главное, те, кто учит язык, должны помнить, что они это делают в первую очередь для себя. И очевидно, что этот языковой барьер, он во многом барьер психологический. И нужно просто решить и перешагнуть через него. И все это станет очень простым. Я очень долго шел к английскому языку, 20 лет. Но очень издалека, с детства у меня была идея FX учиться в Гарварде. И три года назад я оказался в Бостоне без английского, но задачей быть в Гарварде. Через три месяца, как мне казалось, без исходных, без результативных зубрежки я начал искать профессора Чомского, будучи наслышанным об его теории, об универсальной грамматике. Я думал, что это наверняка какое-то чудо, я смогу быстро сейчас все выучить. Я нашел его, напросился на встречу, пришел и на заготовленном, ломаном английском начал объяснять свою ситуацию. Но разговор был очень короткий, очень интересный. Он сказал, вы уже знаете английский, не переживайте. И это сработало как тумблер. Я тут же переключился, и все стало намного проще. Но сама теория Чомского говорит о том, что любой язык базируется на неких принципах и правилах, которые присущи любому человеческому языку. И любой человек с рождения имеет неким аппаратом, который уже заготовлен и подготовил вас для изучения любого человеческого языка. Мы все говорим на человеческом языке, это не язык на планете. Поэтому здесь изучение языка не является заполнением пустых слотов сознания. Это всего лишь попытка включить внутренние механизмы, которые заставят заработать знания, которые внутри у вас уже есть. Поэтому приобретение нового языка — это не приобретение чего-то чужого, это открытие самого себя заново. Тот же профессор Чомский говорит о том, что изучение языка — это изучение природы человека. И наверняка те, кто владеет двумя языками, чувствовали, что когда они говорят на разных языках, они буквально разные люди. Это разная идентификация. Это на самом деле так, потому что, говоря на разных языках, мы представляем разные культуры. И здесь очень важно помнить, что казахский язык тоже является уникальной культурно-лингвистической атмосферой. Если хотите, это целый микрокосмос коммуникационных кодов, которые присущи только казахскому языку. К примеру, я уверен, что большинство из того, что я сейчас скажу, вы давно уже хорошо знаете. Просто я предлагаю чуть-чуть по-другому на это посмотреть. Есть такие сокращения в языке, когда имя человека сокращается до первого слова и добавляется «ке» или «ха». И мы получаем «саке», «баке», «харике» и так далее. В русском языке есть что-то подобное — это уменьшительно-ласкательные аффиксы. Но в казахском языке они работают как увеличительно-уважительные аффиксы. И когда вы обращаетесь к человеку именно так, то вы подчеркиваете свое уважение к этому человеку. И обращение к человеку старшего по возрасту — это просто обязательно применять именно такие вещи. Но это вместе с тем элементы, которые позволяют вам сблизиться с человеком, сократить контакт, сократить расстояние между людьми, сделать так, чтобы общение было уже настроено на позитивный лад. Я сам не раз испытывал и видел, как это работает практически волшебным образом. Будучи в США, мы получили приглашение от одного моего друга, теперь уже друга, тогда знакомого, который старше нас по возрасту. Мы тогда только приехали в страну, до уверенного английского было еще далеко. Я пытался как-то разрядить ситуацию и наладить какой-то близкий контакт. Я сказал, его зовут Пол. Пол, вы не против, если я буду назвать по-збаке? И он сказал, а почему? Я объяснил, что у нас в Казахстане не принято называть людей старше себя по возрасту, по имени, это неуважение. Он тут же спросил, как насчет Кейт, это его супруга. Я сказал, если вы не против, я буду называть ее Женгей. Так мы называем жен своих старших братьев. Тем самым я выказываю ей свое уважение и подчеркиваю, что я бы хотел вас называть своим старшим братом. Они тут же сказали, we just love our new names. И после этого мы долго разговаривали о Казахстане, и теперь мы очень дружим с семьями. И таких примеров можно найти каждый день в любой ситуации в жизни. Их очень много. Одно из речений Абая гласит То есть не будь сыном отца, а будь сыном человека. И эта философия отношения к каждому человеку как к родному, она пронизана через всю культуру и отражена в языке через определенные лингвистические элементы и коды, которые очень легко использовать в ежедневном общении и в быту. И это очень сильно снимает напряжение. И иногда действует это лучше, чем любые советы от Карнеги. Однажды одна моя коллега, русская девушка, она очень сильно переживала, что не может выговорить имя своего начальника. Зовут его Кайр Магамбет Бай Магамбетович. И она часто подходила и спрашивала, напомни, как его зовут. И после третьего раза я сказал, скажи ему Кайрике или Ага. И, вняв совету, она тут же стала ценным сотрудником. И таких вещей в языке очень много. Например, курдас. Это слово, которое означает ровесник. Мы с тобой одногодки. Иногда люди только встречаются, и они узнают, что они, оказывается, родились в один и тот же год, они называют курдас друг друга. Это практически обращение к дружбе, приглашение к дружбе. Это предполагает уже какое-то доверие. Люди, которые состоят в таком статусе, им дозволено между собой очень жестко шутить, разыгрывать друг друга, и вы не имеете права обижаться. Это вроде бы слово, но оно столько в себе несет, и оно есть. Вы, наверное, часто видели и слышали, как люди друг друга называют и так далее, и так далее. Все эти пары, они имеют отношение к родственным связям, но люди так себя часто называют вне, не состоя в никаких прямых родственных связях. Потому что все эти пары предполагают определенные взаимоотношения, очень близкие. Это доверие, это забота друг о друге, это уважение. И эти вещи можно использовать практически везде и всюду, каждый день. И для этого не нужно знать языка, но когда вы это применяете, вы тут же показываете свою добрую волю и к языку, и к другой культуре, и к людям. Это обогащает вас культурно и вооружает в практическом плане. Так ведь? Спасибо. Еще один момент — это существующие страшилки про язык. Язык страшный, язык трудный, его невозможно выучить. На нем столько новых слов и терминов, что сами казахи уже на нем неправильно говорят и вообще забыли и так далее, и так далее. Это не так. Приход новых слов, слов из других языков, это происходит в любом другом языке, в русском, в английском. Но вам не обязательно их знать. Или, скажем, о том, что в языке существуют какие-то ужасные длинные слова, такие как «ханахатандра алмаганатарнгсдан». В нем 34 буквы. Это означает целое предложение, потому что вы не смогли удовлетворить. Но кто такую претензию скажет одним словом? Естественно, для того, чтобы выражать такие мысли, люди используют предложение из коротких слов. Такая конструкция технически возможна, но никто этого не применяет, в этом нет необходимости. Читать и писать на казахском языке очень легко, потому что как написано, так и читается. Как произносится, так и пишется. Особенно те, кто знает, как писать и читать на русском языке, научиться делать это на казахском языке ничего не стоит. У языка четкие правила. Исключений из правил нет. Поддержанная система очень близка к русскому языку. Родов нет. Ни в одном списке отслуженных языков казахского нет. Казахский язык может быть хабом большой мир тюркских языков. Если вы владеете казахским языком, вы легко можете общаться с киргизами, узбеками, татарами, башкирами. При небольшом усилии можно выучить турецкий, азербайджанский, туркменский. Это 200 миллионов человек. И посмотрите вокруг. Все, что вас окружает, особенно в городах, это готовый инструмент для того, чтобы взять и выучить, и начать говорить. На каждом шагу в городе мы практически видим казахские слова с обозначением его сути, с переводом на русский язык. Любой телеканал или радиостанция — это мультимедийный курс казахского языка, который просто без конца повторяет одни и те же слова. Каждый день с утра на работу, вечером, думаю, вы слышите от пяти до десяти рекламных роликов, которые работают как лингвистический курс. То есть все, что нас окружает, это такое лингвистическое реалити-шоу, в котором невозможно не выучить язык. Это не может не происходить подсознательно. Все, что нужно сделать, это просто открыться к нему и позволить войти в вашу жизнь. Итак, мы поняли, что базовым казахским на уровне 150-200 слов обладает практически каждый. Благодаря нашему городу как лингвистическому реалити-шоу очень коротко за 3-4 месяца можно получить 800-1000 слов. Кто изучал второй язык, знает, что этого достаточно для поддержания беседы. 2500-3000 слов — это книжки и журналы. А дальше открывается бескрайний мир нового языка с толковыми словарями, литературой в оригинале и непереводимым фольклором. Итак, я думаю, что все согласны, что ситуация не безнадежна. Выучить язык вполне реально. Это можно сделать. И в наших руках сделать это быстрее. Потому что очень важно подарить нашим детям общество единое, которое говорит на одном языке и в прямом, и переносном смысле. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова